МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По моменту, в который можно купить пай или предъявить инвестиционные пай фонда к погашению, ПИФы делятся на три типа – открытый, интервальный и закрытый. Паевой инвестиционный фонд считается интервальным, если управляющая компания обязуется выкупать выпущенные ей инвестиционные паи по требованию инвестора и в срок, установленный правилами ПИФа, но не реже одного раза в год. Инвестор имеет возможность купить или продать свой пай в интервальном фонде только в определенный период, называемый периодом открытия интервала. Обычно открытие интервала происходит раз в квартал на срок, равный двум неделям, однако некоторые ПИФы открывают интервал реже – всего один-два раза в год. При этом даты открытия и закрытия интервала прописаны в правилах доверительного управления фондом и являются фиксированными. Расчет стоимости пая интервального фонда производится в соответствии с его правилами. Стоимость инвестиционного пая остается постоянной на протяжении всего срока приема заявок. Приобретение инвестиционных паев между интервалами возможно лишь путем их покупки у пайщика фонда с оформлением соответствующего договора купли-продажи и передачи паев непосредственно в реестре владельцев паев фонда. Существенным достоинством интервального ПИФа на сегодняшний день являются широкий инвестиционный горизонт и эксклюзивность портфеля, дающие при среднесрочных вложениях большую доходность, чем другие формы рынка коллективных инвестиций. Также на интервальные фонды накладывается меньше ограничений по инвестиционным инструментам, чем на открытые фонды. Поэтому и ПИФ может вкладывать большую долю активов в акции второго и третьего эшелонов, а также в облигации. Важно, что он также может участвовать в первичных размещениях облигаций. Возможность более широкого маневра на рынке акций, например, вложений в недооцененные бумаги предприятий реального сектора экономики, дают интервальным фондам преимущество по сравнению с открытыми. Наш эксперт Ярослав Кабаков, ректор учебного центра «ФИНАМ». Ярослав, а какие ПИФы более выгодны инвестору во время кризисов? Из открытого фонда пайщики в любое время могут забрать деньги, например, продать пай. И во время кризисов, поступления неблагоприятной информации, люди начинают продавать пай в массовом порядке. В этой ситуации управляющий фондом должен продать ценные бумаги, находящиеся в портфеле фонда, и полученные деньги обменять на паи. В этом случае, так как рынок падает, часто приходится закрывать позиции, то есть продавать ценные бумаги по невыгодной цене. А это, в свою очередь, отрицательно влияет на стоимость пая. Поэтому, с точки зрения инвестиционного, а не спекулятивного подхода, специалисты рекомендуют выбирать интервальные паи. А с точки зрения снижения риска, смешанные пифы, которые могут инвестировать как в акции, так и в облигации. Но тогда, по идее, пифы смешанных инвестиций должны быть безубыточными? Вкладывая в оба вида ценных бумаг, нельзя рассчитывать, что доля доходов по облигациям сумеет перекрыть убытки от акций при сильно падающем рынке. В среднем облигации могут приносить около 8-12% дохода. Если акции падают более чем на 12%, то смешанный фонд, инвестирующий равными давлями в эти бумаги, будет терпеть убытки. Однако, можно смотреть на это с другой позиции. Если рынок все же будет расти, то доход по акциям значительно подтянет общие показатели фонда. Страхование же облигациями немного снизит доход, но зато придаст уверенность в завтрашнем дне. А разве управляющая компания не может при просадке рынка акций перевести все средства в облигации? Именно поэтому при нестабильной ситуации на рынке смешанные фонды инвестирования очень хорошо подходят людям, которые хотят достичь доходов более высоких, чем ставки по банковским депозитам и облигациям. Но все-таки хотят хотя бы частично защитить себя от больших рисков. Смешанные пифы избавляют беспокойного владельца пая от забот постоянного перевода средств из фонда акций в фонд облигаций и обратно, в попытке догнать рынок. Для управляющей компании удобнее работать с интервальными фондами. Управляющий точно знает объем средств фонда и интервал времени, в течение которого они находятся в его распоряжении. Но в то же время при работе с открытым фондом компании приходится быть готовой к желанию пайщика предъявить свои паи к выкупу. С другой стороны, интервальный пиф делает возможным инвестирование денег в бумаги, недоступной управляющему открытого пифа. В работе с открытыми фондами необходимо поддерживать ликвидную позицию в фонде под потенциальные выкупы вкладчиков. Различия делает возможным инвестирование средств интервального пифа в низколиквидные активы. С вами была Мариана Минскер. Спонсоры показа – ЗАО, инвестиционная компания «Финам», входящая в состав холдинга «Финам», и ООО «Компания БКС», входящая в финансовую группу «БКС». Удачных вам инвестиций и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин